Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы с вами отвечаем на вопросы, посвященные трудным местам в Священном Писании. И вот нам задают вопрос о том, почему в своих притчах, 9 глава, 10 стих, Святой Царь Соломон говорит о том, что начало мудрости – страх Господень. Почему, спрашивает зритель, для подлинной мудрости необходим страх Божий? Ну, это вполне естественно, потому что человек в своих способностях познавать что-то, что, собственно, и является выражением мудрости, должен в первую очередь понимать свою ограниченность, понимать, что не он является источником знаний, он является только посильным стяжателем этих самых познаний, а источником знаний является сам Господь. Вот без этой правильной расстановки приоритетов, когда Господь является источником всякого знания, а человек – их смиренным получателем, основано подлинное знание и подлинная мудрость. Как только человек начинает превозноситься собственным знанием, он тут же теряет эту самую мудрость, потому что лишается главного его свойства и главного источника этой мудрости. Подлинная мудрость подается человеку только Богом. Но для этого человек должен признавать главенство Бога в этом деле познания, должен признавать Бога источником всякого любого познания. У человека должна быть, как говорят святые отцы, учителя говорят, что у человека должно быть познавательное смирение. Он должен своему познанию полагать основаниям и пределам именно смирения перед Богом, поскольку далеко не каждое знание полезно человеку, далеко не каждое знание может быть использовано во благо, далеко не каждое знание может быть своевременным, как мы видим на примере Адама и Евы, которые устремились к тому знанию, которое было недоступно для них, которое было для них закрыто и которое разрушило жизнь не только их, но и целых поколений их потомков, включая нас с вами, которые, в общем, также оказались наследниками этого греха и разрушительного действия того знания, которое было принято неподготовленным к нему человеком, человеком, утратившим вот те ориентиры, основанные на страхе Божьем, основанные на признании первенства Бога как источника знания. И поэтому для действительно подлинной мудрости необходим страх Божий, потому что когда человек смиряется перед Богом, что, собственно, и выражается словами страх Божий, когда он постоянно помнит о Боге, когда он свое знание стремится согласовать и направить в соответствие с божественной волей и божественными заповедями, только тогда его познание приносит благие плоды и только тогда оно может считаться подлинной мудростью. Продолжение следует...